Бисер, жемчуг, стеклярус, ручная работа. На создание платьев в народном стиле ушло почти два года. Показ коллекции театра Натальи Бондаревой открыл международную туристическую конференцию. Сегодня мы собрали всю туристическую отрасль нашего округа. Здесь представители коллективных средств размещения музеев, экскурсоводы, студенты, все те люди, которые занимаются туризмом в округе. Главная тема – развитие туризма в России и за рубежом. Участники конференции обсудили изменения в законодательстве, меры поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества между представителями отрасли из разных регионов и даже стран. Город Звенигород является городом Побратима. Города Могилева уже 20 лет. По разным сферам туризма мы уже наладили некоторые взаимодействия, что касается спортивного туризма и так далее. Хотим более широко взять, так скажем, это направление. Подмосковье вошло в топ-3 самых востребованных направлений в октябре. Пользуется спросом у туристов и Одинцовский округ, Древний Звенигород, усадьба в Больших Веземах, Парк Патриот. Здесь есть на что посмотреть. Мы развиваемся, стараемся включаться во все проекты, которые только есть. И для того, чтобы быть примером, в первую очередь, для других муниципалитетов Подмосковья. Потому что у нас огромный туристический потенциал в округе, много всего интересного, поэтому работаем. Не только обсудить, но и реализовать совместными усилиями. Задача таких форумов – создать новые проекты, которые будут способствовать развитию туризма в округе. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.